Васян, ну и как тебе старт обновленного ПСЖ в Лиге Чемпионов? По-моему, это их трансферная кампания со сбором новых Галактикос может стать чуть ли не главным провалом в истории футбола. Саш, ну погоди, ну это был только первый матч, где наконец-то в старте вместе вышли Месси, Мбаппе и Неймар. Через пару месяцев ты увидишь команду, которая будет сносить всех на своем пути и точно даст результат. А какой от этой команды можно ждать результат, чтобы назвать его успешным? Вот я думаю. ПСЖ и так, без Месси и всех других супер-трансферов, выходил два года подряд в финал и полуфинал Лиги Чемпионов. Ну, по-моему, ответ очевиден. Обновленный ПСЖ должен как минимум вернуть себе чемпионство во Франции и взять хотя бы один из местных кубков. Кубок Франции или Кубок Лиги. Ну и хотя бы снова дойти до финала Лиги Чемпионов. По мнению наших партнеров из Фонбет, ПСЖ, конечно, является главным фаворитом турнира вместе с Монсити. Но и шансы Баварии, Челси, МЮ, Ливерпуля, Реала очень неплохие. А я бы лично добавил к этим командам еще и мадридский атлетико. Они тоже спокойно могут выбить ПСЖ. Ссылка на Фонбет внизу, всем бонусы при регистрации. Саш, такие качественные игроки вместе просто не могут не начать показывать хорошую игру. Провал они могут начать показывать гораздо вероятнее. ПСЖ проведет успешный сезон и первая причина – сверхнастрой и мотивация. В тот галактический Реал многие игроки приходили уже расслабленными после выигрыша Чемпионата Мира, Лиги Чемпионов или Золотого Меча. А в нынешнем ПСЖ даже Месси настроен на очередной трофей Лиги Чемпионов. До Нарума и Хакими Лигу Чемпионов еще не выигрывали, как и весь клуб ПСЖ. Вейналдум после клопа заряжен и способен на огромный объем работы. Есть еще Рамос, который не умеет проигрывать и хочет доказать Реалу, что его зря выгнали. Скопление в одном месте потенции на победу просто нереальное. ПСЖ может не во Франции, но в Лиге Чемпионов уж точно провалится и первая причина – дисбаланс. Вы просто посмотрите, насколько большой крен в атаку и как много футболистов, разрушающих структуру игры – Неймар, Месси, Мбаппе. Все могут в любой момент взять на себя и оставить свою позицию. Их работа в прессинге – провалище. Такая концентрация атакующих индивидуалистов в Месси может идти во вред, о чем недавно сказал Майкл Оуэн. И не будет так, как с трио МСН в Варсе, когда Неймар и Месси были молодыми и быстрыми. Прошло шесть лет. Неймар с пузом. Очнитесь. Вторая причина – бешеная конкуренция за место в основе, которая заставит всех игроков ПСЖ быть в тонусе и прогрессировать. Даже опорник Идриса Геиэ в этом сезоне за три игры дважды отличился. Эрера забил уже больше, чем за два прошлых года. Все понимают – надо показывать максимум. Поэтому Хакими каждый матч носится как сумасшедший. Амбаппе даже готов отбирать голы у партнеров, как было с Клермоном. Конкуренция и спортивная злость зашкаливают. И это отличное качество, которое помогут Почетина держать эту звездную команду в тонусе. Вторая причина – характер и профессионализм. Чуть ли не все основы ПСЖ сейчас – латиноамериканцы, которые создали свой клан, которым и тусуются. Помимо того, что кланы в командах – это в принципе плохо, так латиноамериканцы еще и любят покайфовать, и раньше времени чувствуют свое превосходство, за что ПСЖ уже не раз наказывали. Кроме того, сейчас в команде есть как минимум два источника токсичности. Мбаппе, который будет весь сезон активно продавать себя и жадничать, и Рамос, который привык быть неприкасаемым лидером, а тут его уже никто не слушает. Третья причина – собственно состав. У Парижа безоговорочно сейчас самый сильный состав в мире. Когда под Месси сидит Демария, под Мбаппе и Карди, в центре вместо Верати может сыграть Вейналдом, а парочку Кемпембе-Маркиниус разбавить в защите Рамос – это невероятно. Была проблемная позиция левого латераля. Купили за 40 миллионов основного в сборной Португалии Нуну Мендеша. У всех топ-команд в мире есть линии, которые слабее остальных. А у ПСЖ не то что линии. У них нет ни одной слабой позиции в этом составе. Если все будут в форме, им нет равна. Третья причина – Почетина, который никогда не работал с такими звездами и, мне кажется, просто не понимает, как заставить их всех, например, отрабатывать в прессинге. Да, и любимая схема Мури – СО4-2-3-1 – тут не будет работать, как в Тоттенхеме. Потому что там вся атакующая четверка – Сон, Моура, Кейн и Эриксон – дико отрабатывала назад. А тут форварды будут просто ждать, пока им вернут мячик. Да, и по прошлому сезону мы видели – Почетина не умеет выигрывать решающие матчи. Да что там, он уже и в этом сезоне успел Суперкубок отдать разобранному Лилю. Четвертый фактор – много вариантов, чтобы выиграть. Начнем с Франции. В Лиге 1 у такого ПСЖ на дистанции сейчас просто нет сильного конкурента. И мы видим, Париж уже оторвался и не теряет очков на ровном месте. Даже резервисты выходят и дают результат. То есть Почетина перед важной матчей Лиги Чемпионов спокойно может давать отдых лидерам. Да и у самого Маурисио есть возможность с этим составом показывать разный футбол. Например, включить режим игры Тоттенхема от обороны и за счет интенсивности. Ну а потом перейти на режим позиционных атак или даже за счет ставки на одного Лео Месси. Четвертая причина – настрой соперников и давление. Есть куча хейтеров, которые будут дико рады любой осечке клуба. При этом все тренеры и игроки в Лиге Чемпионов будут настраиваться на ПСЖ как на главный матч года. А тот же Почетина лучший сезон в карьере провел, когда на него не было давления. Помните его Тоттенхем без трансферов и с кучей травм. А как только все стали ждать от шпор больших успехов, Почетина с клубом повалился. Сейчас же от Парижа все ждут только победы. Но у основных семи соперников командная игра пока поставлена лучше, чем у ПСЖ. Ну и пятая причина – Лионель Месси. Когда у аргентинца есть достойные партнеры, он всегда выигрывает. Так было в Барсе при Гвардиоле и Энрике. И сейчас в сборной Аргентины наконец-то появился супер-воротарь, лучший защитник серии А прошлого сезона, Ди Мария в крутой форме. И вот вам сразу трофей. В ПСЖ у Лео сейчас тоже супер-партнеры. А он сам сверхмотивирован. И по матчам за сборной мы увидели, что уже в отличной форме. Кроме того, Лео явно хочет сильно провести осень, чтобы взять седьмой золотой мяч и окончательно выиграть гонку по ним у Криштиана Роналду. Ну и пятая причина – тоже Месси. Ведь под него нужно подстраивать всю команду. По-другому не бывает. Он супер-игрок, но и головная боль. И удар по принципам командного футбола. Плюс по Барсе мы видели, Месси очень расслабляет сильных игроков рядом. Все снимают с себя ответственность и пытаются сыграть на аргентинца. В итоге из топов превращаются в середняков. А самого Лео в больших матчах оппоненты научились перекрывать. Нужна очень тонкая настройка. И вот скажите мне, что делать тренеру Пучетина, который получил Месси уже после старта сезона? Кричать «Караул»? В общем, Асан, я вот думаю, что как проект для пиара и обсуждения PSG хороший. Они все вместе пофоткались в смотнингах, снялись для рекламы. Мы все запомним эту команду, но на этом, пожалуй, и хватит. Потому что если PSG в этом сезоне выиграет Лигу Чемпионов, можно будет просто закрывать футбол. Тактика, планирование, скаутинг, академии, философии. Все это можно будет выбросить на помойку, потому что тот, у кого больше денег, тот и побеждает. Все. Но согласись, все равно интересно, когда в футболе раз в 20 лет возникает такой мегапроект. И как минимум интересно наблюдать за ним, будто играешь в компьютерный симулятор и можешь все себе позволить. Так что я все равно верю в этот PSG. А вы проголосуйте внизу. Ребят, вот матч с Брюгья все же смотрели, да? Ну или хотя бы обзор. Вот-вот. Подписывайтесь на каналы, наши инстаграмы и лучше посмотрите прошлые споры, чем матчи по PSG. Васанд готов будет защищать Месси даже в мадридском Реале. Балан. И Саня тот самый эксперт, делающий вывод по одному матчу Журавлев. То есть то, что панч про Мадридский Реал ты съел, да? Нормально. Если Месси в Реал перейдет? Нет, он не перейдет просто в Реал. Это чушь. Это чушь, Сашенька, чушь. Фигу не Месси. Фигу не Месси. Ты будешь защищать Месси? Фигу не Месси. Представь, он перешел в Мадридский Реал. Ты будешь защищать? Он не перейдет туда. Ну если перейдет. А он не перейдет. Зачем обсуждать то, чего не будет? Принятие, стадия, потом другие. У него также было с уходом Месси из Барселоны. Не будет. Не будет.